В начале января на коллекторе Рязанского водоканала сразу в нескольких местах в районе поселка Никуличе, Хамбушево и недалеко от очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода произошла авария, причиной которой послужило то, что грунт продавил ветку коллектора. В конце концов, у всего есть срок годности. В данный момент завершились работы на одном из участков в поселке Хамбушево, где с помощью спецтехники прицепают землей свежеуложенный коллектор. Здесь у нас два коллектора проходят от 4-й канализационно-сносной станции до очистных сооружений нефтезавода, которые находятся в районе поселка Турлатово. Протяженность этих коллекторов составляет чуть более 9 километров каждый. Данные коллектора, они один 15 лет прослужил, другой чуть больше. И они оба у нас включены в программу модернизации, которую сейчас разработала городская администрация и поручено водоканал ее реализовывать. В течение 2012-2013 и от начала 2014 года на данные коллектора уже потрачено чуть больше 120 миллионов рублей. Аварийный участок, который пришлось восстанавливать очень большой и, по словам подрядчика, с которым водоканал заключил договор, сложный. За то время, что велись работы, не раз пришлось столкнуться с разного рода препятствиями. На этих кадрах, снятых в конце января, видно, насколько масштабные и сложные работы пришлось вести коммунальщикам. Не останавливались даже в ночное время, ведь нечистоты из коллектора могли, просочившись сквозь землю, добраться до близлежащих водоемов. Посему действовать было необходимо незамедлительно. Устранение аварии под личный контроль взял глава городской администрации Виталий Артемов. Мы перешли две шоссейные дороги. Это Рязанское шоссе и Куйбышевское. И три раза перешли железную дорогу. Осуществили модернизацию двух ниток конвенционного коллектора диаметром 1200. И город так сформировал программу модернизации, что параллельно мы осуществляем замену водовода диаметром 600 от Соколовской водяной станции до поселка Южный. Сварщики вырезали трубы, иногда приходилось работать в противогазах, потому что запах. Но остальное мы все как бы преодолевали, работа нам знакомая. Отремонтированный участок коллектора протяженностью порядка 900 метров сейчас в стадии запуска. Локально авария устранена. Но чтобы окончательно решить проблему и защититься от возможных прорывов, необходима замена трубы еще на более чем 4,5 тысячи метров. Поиском средств сейчас заняты как городские, так и областные власти. Понимание того, что коллектор должен быть отремонтирован не в аварийном, а в плановом режиме, есть.